Начальник аэроклуба недоверчиво разглядывал маленького и щуплого подростка, который настойчиво просился в лётчике. Тому явно ещё не было 16 лет, хотя он с пеной у рта доказывал, что достиг этого необходимого для поступления в аэроклуб возраста. Но своего паспорта так и не показал. Звали подростка Михаил Баранов. Его настойчивость подкупила бывалого офицера, и тот, даже понимая, что мальчик врет, приказал зачислить его в штат. Никто и не думал, что из этого щуплого и смешного паренька через несколько лет получится грозный воздушный ас с прозвищем «Сильный начальник». Михаил Дмитриевич Баранов встретил войну в должности младшего лейтенанта командиром звена 183-го истребительного авиационного полка. В первые месяцы войны на Южном фронте он показал свой ленинградский характер. Баранов водил на штурмовку наземных целей противника своих летчиков так удачно, что за несколько месяцев не потерял ни одного самолета своего звена. Хотя вылетать на боевые задания им приходилось до шести раз в день. Летом 1941 года такой показатель был редким достижением. Именно за это Михаил Баранов и получил свое прозвище. Когда он одержал свою первую воздушную победу, сбив 22 сентября миссершмитт 109-й, то радовался как ребенок. Он улыбался и говорил сам себе «Ура! Есть один! Молодец, Миша! Угробил гада! Читай газеты, мама! Читай газеты!» А к началу октября за Михаилом Барановым уже числилось пять сбитых немецких самолета. За свои достижения 5 и 6 ноября он получил два ордена Красного Знамени. А уже 8 числа, как бы в ответ на эти награды, Михаил сбил сразу два самолета противника. Во время штурмовки немецких позиций Баранов увидел вражеский самолет-корректировщик артиллерийского огня «Хенкель-126». Михаил набрал высоту и сверху несколькими короткими очередями зажег вражескую машину. Вообще сбить самолет-корректировщик обычно представлялось делом трудным, так как его прикрывали с земли зенитчики и в небе истребители противника. Но Михаил Баранов сработал так стремительно, что немцы даже не успели открыть ответного огня. На обратном пути, возвращаясь с задания, Баранов обнаружил ниже себя четыре Мессершмитта. Снова используя внезапность, он сумел сверху сбить один из них, а потом фигурами высшего пилотажа оторвался от преследования трех остальных немецких самолетов. В феврале 1942 года он стал заместителем командира эскадрильи, и тогда-то особенно ярко проявилось его умение управлять группами самолетов в воздушном бою. Баранов навязывал врагу свою тактику боя. Его любимым маневром было заставить противника вести бой на фигурах. Выбрав себе объект, Баранов старался поставить противника в такое положение, когда ему не остается ничего другого делать, как искать выхода из боя. Тогда-то на выходе Михаил и уничтожал его. Свой почерк имел Баранов и в штурмовых атаках. Его штурмовки отличались внезапностью и стремительностью. Шел май 1942 года. Несколько самолетов под командой Михаила Баранова отправились на разведку в тыл противника. Летчики обнаружили вражеский аэродром. Недолго думая, Баранов развернул своих ведомых на обнаруженную цель, и в одной атаке наши истребители сожгли восемь вражеских самолетов, после чего, не дожидаясь, пока опомнятся зенитчики врага, улетели обратно. Вернувшись в полк, Михаил детально разработал план уничтожения этого аэродрома, составил расчет группы штурмовиков и прикрывающих их истребителей. И добившись утверждения плана командованием, сам повел группу из девяти илюшиных на штурмовку. Скрытно и точно он привел группу к аэродрому, а когда зенитные орудия стали обстреливать наши самолеты, Баранов с пикирования подавил два из них огнем своих пушек, и повел штурмовиков в атаку на вражеские машины. В результате этой атаки противник потерял 20 самолетов, а успевший взлететь Мессершмитт был сбит Барановым уже в воздухе. К августу 1942 года Михаил Баранов сбил уже 20 самолетов противника, но после боя 6 числа о нем узнала вся страна. Вечером группа юнкерсов, прикрываемая 25 мессершмиттами, летела к переправам через реку Дон. В небо навстречу врагу сразу же была поднята семерка яков под командованием Михаила Баранова. Над головами советских войск разгорелся стремительный и жаркий воздушный бой. Силы были явно неравны, но яки смело врезались в боевой порядок мессершмиттов, и Михаил Баранов поджег один истребитель противника. После блестящей атаки он ушел на высоту, а другие яки стали преследовать и обстреливать юнкерсы, защищая центральную переправу. Именно в этот момент Баранов на большой скорости стремительной атакой сверху набросился на бомбардировщик врага, который неосторожно отделился от группы, и пулеметной очередью уничтожил его. Дальше в немыслимом развороте он сбил мессершмитт, который атаковал советский самолет. Этот мессершмитт попался на прицел Михаилу, когда после атаки пытался набрать высоту. В это время с земли тысячи глаз были прикованы к этому выдающемуся сражению. Советские радисты в прямом эфире передавали во все концы все нюансы этого боя. После третьего сбитого Барановым самолета по полю разнеслось громкое ура. Но разбирающиеся в авиации люди понимали, что у Михаила Дмитриевича уже больше не было боеприпасов. С замиранием сердца они следили за дальнейшими действиями советского пилота, который даже и не собирался выходить из боя. Он бросился вслед за мессершмиттом и, догнав его, ударил крылом своего яка по хвосту немецкого истребителя. Тот сразу же пошел со снижением. А наш летчик, на удивление всем, кто это видел, как ни в чем не бывало, снова устремился ввысь. И тут случилось невероятное. Михаил Баранов пошел на второй таран прямо в лоб фашисту. Но и немец оказался не робкого десятка. Он принял этот вызов советского летчика и не стал отворачивать свою машину. Через мгновение два самолета на высоких скоростях со страшным грохотом столкнулись, а еще через секунду в небе забелел парашют. Михаил Баранов успел выпрыгнуть. Три мессершмита устремились на парашютиста, но младший лейтенант Иван Сержантов, увидев это, смело вступил с ними в бой. Он сбил одну вражескую машину и прикрыл Баранова от последующих атак противника. Когда красноармейцы на земле подбежали к пилоту, то он оказался контуженным и при приземлении сильно повредил ногу. После этого боя Михаил Баранов стал живой легендой. Его именем были заполнены все сводки и газеты. О нем рассказывали солдаты в окопах, а для летчиков он стал примером для подражания. За этот подвиг 12 августа 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но один таран ему не засчитали. Скорее всего, поврежденный немецкий самолет не был уничтожен и смог улететь обратно. Даже в своем интервью летчик скромно не упоминает об этом первом таране. В последнем бою на нашу «семерку» напало 25 мессершмитта. Булеметным огнем я сбил три самолета. Кончились боеприпасы, и я пошел на таран. Еще один стервятник нашел себе могилу на нашей земле. Осенью 1942 года Михаила Баранова одним из первых асов направили в 9-й гвардейский авиаполк заместителем командира. Но раны, полученные в бою 6 августа, не позволили летчику долго летать. Он все чаще стал болеть, и его перевели по состоянию здоровья на должность штурмана части. А после того, как в одном из полетов у него свело ногу, и Баранов едва не разбился, то его отправили в дом отдыха, а после и в госпиталь. Находясь далеко от линии фронта, Баранов не находил себе места и постоянно рвался обратно в свою часть. Но после госпиталя его опять направили в дом отдыха. Баранов вернулся в полк лишь 15 января 1943 года с полным запретом на полеты. А уже через два дня он погиб. Для него было мукой видеть, как его товарищи один за другим поднимаются в небо, а он остается на земле. Все это время он бомбардировал командира полка, чтобы тот разрешил совершить ему хотя бы тренировочный полет. Наконец командир сдался, но запретил Баранову выполнять сложные фигуры. В этот день, 17 января, летчик Амедхан Султан долго уговаривал Баранова не подниматься в небо, но Михаил был непреклонен. Ему страстно хотелось летать. Самолет, на котором Баранов вначале взлетел, оказался неисправным, и Михаил вынужден был вернуться на аэродром. Неудовлетворенный таким полетом он пересел на второй самолет. Летчики полка наблюдали, как Баранов уверенно выполняет боевые развороты и делает виражи. Но потом вдруг самолет перевернулся вверх колесами и стал падать в таком положении. Вначале все думали, что Михаил проверяет себя этой сложной фигурой пилотажа. Однако як Баранова продолжал падать, и на глазах летчиков, замерзших от нелепости происходящего, самолет врезался в землю и взорвался. Гибель 21-летнего гвардии капитана Михаила Дмитриевича Баранова была потрясением для полка и всей 8-й воздушной армии, любимцем которой он был. За период боевых действий герой произвел около 200 боевых вылетов, провел 83 штурмовки наземных целей противника и участвовал в 70 воздушных боях. Он лично сбил 24 самолета противника. На другой день, после смерти героя в армейской газете «Сталинский воин» был напечатан некролог, посвященный трагической гибели Михаила Баранова. Номер этой газеты дважды герой Советского Союза Амедхан Султан до конца войны носил в кармане, вместе с партбилетом. Кому понравился этот выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также пишите свои комментарии под этим видео. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok